Здравствуйте, дорогие телеприхожане! На прошлой нашей программе мы начали говорить о непредсказуемой Марии, сестре Лазаря. Она выразилась в том, что Мария вылила на Иисуса сосуд с очень дорогим маслом. Сегодня ее поступок может показаться нам странным, но Иисус смотрел на него по-другому. Чему сказанные им по этому поводу слова могут научить нас касательно любви к Богу и ближнему? Как Он связал поступок Марии с искуплением, которое Он впоследствии подарил людям? И какие реакции этот поступок должен вызвать у нас? Об этом вы узнаете прямо сейчас. Итак, пока ученики Иисуса, а особенно Иуда, упрекали Марию в расточительстве ею драгоценного елея помазания, Иисус поддержал ее и сказал ей «Оставьте ее, что ее смущаете!» Она доброе дело сделала для меня. Под этим, как мы видим, Он имел в виду ее сердечную любовь к Нему. Иисусу не нужны благочестивые, готовые вкалывать на Него рабы, которые в буквальном смысле делали бы все, что Он им говорил. Нет, Ему нужны любящие Его дети. Вот почему Он добавил потом «Ибо нищих всегда имеете с Собою, и когда захотите, можете им благотвориться». А Меня не всегда имеете. Итак, Иисус полностью разделял желание Своих учеников помогать нищим, но христианство не ограничивается одной только любовью к ближним. Сегодня любовь к ближним часто рассматривается как основная составляющая христианской веры. Но это неправильно. Чтобы выказывать любовь к ближним, чтобы помогать беженцам, чтобы оказывать поддержку социально незащищенным слоям населения, чтобы протягивать руку помощи больным вирусам, не нужно быть христианином. И сейчас я хочу от всего сердца поблагодарить тех людей, которые занимаются такими вещами. Даже те, кто не является христианином, но делают благие дела, достойные христианинам. Людей, у которых много своих дел, но они помогают другим. Любовь к ближнему – это не суть христианской веры. Сутью христианской веры является любовь к Богу. Поэтому Иисус в Библии говорит следующее. Только послушайте, что Он говорит в Евангелии от Марка. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот она, первая заповедь. С этого и начинается христианская вера. С первой заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего». Это любовь к вашему Господу Богу. Это любовь к Иисусу, вашему Искупителю. И идет первый. И только после этих слов в Библии сказано. Вторая, подобная ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Во-первых, у вас должна быть любовь к Богу. А во-вторых, любовь к ближнему. Это проясняет, от чего питается христианская любовь к ближнему. От любви в вашем христианском сердце к Богу и вашему небесному Отцу. Когда мы любим Его, из этих чувств естественным образом проистекает и любовь к нищим. Но все начинается с нашей покорности к Господу. Потому что для Бога действительно лишь то, что было сделано из любви к Нему. Он считает, что даже если мы делаем все возможное, чтобы помочь нашим собратьям, но при этом ненавидим и отвергаем Богом, то тогда в нашей любви к ближнему нет никакой пользы. А вот почему апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам и пишет «О настоятельной необходимости любить Бога». «Если я раздам все имение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». И эта любовь к Богу, и эта любовь ко Христу заключается в очень личных отношениях с Ним. Прежде всего, она не имеет ничего общего с вашим ближним, а только с вами и вашим Искупителем. А вот почему. Уже позже Иисус трижды задает своему, впоследствии отрекшемуся от Него ученику Петру, один и тот же вопрос. Он не спрашивает его. «Симон Ионин, собираешься ли ты соблюдать мои заповеди? Ты собираешься мне служить? Или так? Собираешься ли ты помогать нищим и больным?» Он спрашивает его только об одном. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Целых три раза он задает ему этот ключевой вопрос, и христиане должны это понять. Ведь вся наша христианская жизнь стоит на любви к Иисусу и может из-за нее упасть. Позже тот же Петр написал своим единоверцам, которого, не видев, а любите... О, вот это настоящая тайна! Мы любим Иисуса, хотя никогда не видели его воплоти. Здесь речь идет о любви нашей души ко Христу, любви сверхъестественной и полной тайн. Эта любовь... Но давайте сейчас снова вернемся к Марии. Эта любовь нерасчетлива. Она не базируется на экономике. Она свободна и не знает границ. Она ничего не скрывает. Она изливает всю свою душу и всю жизнь. Когда вы пребываете в таких отношениях со Христом, вы ощущаете общность с Ним, вы беседуете наедине с Богом. Если, например, вы, исполнившись веры, читаете Библию, то, друзья мои, где бы вы ни находились, Иисус рядом с вами. Он говорит с вами. Он увещевает вас. Он утешает вас. Он ободряет вас. Он рядом с вами. Как добрый пастырь. со своими овцами. И Он ведет вас даже через самую темную долину вашей жизни. Счастливы те люди, которые надеются на Христа, знают Его и любят Его. Вот это и есть настоящая жизнь. Я хочу сказать это всем, кто сейчас в беде или ощущает какой-то страх. Я советую вам в эти дни взять в руки Библию. Возможно, вы найдете ее лежащей где-то на полу или в подвале, а может, она стоит у вас в шкафу. Просто возьмите в руки Библию и начните ее читать, верить в нее, уповать на нее. Тогда вы и обнаружите, что начинаете любить Иисуса. Просто начните снова молиться, и вы узнаете, как Бог близок к вам и что Он вам ответит. «Я желаю всем нам обрести такую же любовь, какая была у Марии и которую она испытывала к Иисусу». Если мы спросим, как же такая любовь проникла в ее сердце, то на этот вопрос нам косвенно ответит Иисус, «Ибо Он сказал, «Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению». То есть, Мария сердцем знала о предстоящей смерти своего Господа, а Его ученики не знали об этом. Мы помним, что Иисус трижды сказал им, «Вскоре я умру, но потом я воскресну». Но Его ученики не уразумели этого и не хотели этого понимать. Как-то Петр даже отвел Иисуса в сторону и начал прикословить Ему, «Ну, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой. Ты не должен умирать. Ты должен стать нашим царем. Ты должен освободить нас от римлян. Ты должен восстановить царство Давида в политическом смысле этого слова и привести Израиль к процветанию, которое у него было ранее. Ты собираешься умереть на кресте? О, не за что! Вот, видите, ученики Иисуса не поняли, о чем Он им говорил, но о Марии Он сказал, «Она предварила помазать тело Мое к погребению». Мария все поняла. Мария постигла это своим сердцем. Ей нравилось сидеть у ног Иисусом и слушаться Его слова. А еще она верила. Если ученики ничего не понимали, то она устроила помазание для своего Господа по случаю смерти, о которой Он объявил. Она поняла, что больше не сможет подойти к Его телу, когда Он умрет, потому что Он будет в руках у Своих врагов. Христа. же она и другие женщины узнали, где Его погребли, они рано утром отправились туда, вероятно, для того, чтобы суметь должным образом помазать тело Христа. Но мы знаем, что тела там уже не было. Ангел сказал им, «Его здесь нет, Христа нет здесь, Он воскрес, как и сказал, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Наверняка в тот момент Мария подумала, «О, как же хорошо, что я уже помазала Его». С того дня прошло уже девять дней. Вифания в доме Симона Прокаженного. Я сделала это еще тогда, ведь потом я бы не смогла этого сделать. Иисус сказал, «Она предварила помазать тело Мое к погребению». Она сделала это не только из любви, но и из веры. Она верила в смерть Иисуса и, хотя и с трепетом, но верила в Его воскресение. Следовательно, мы можем предположить, что она уже тогда осознавала, что страдания и смерть Иисуса произойдут и для нее лично. Она поняла, что путь, которым шел Иисус, был ее личным спасением. Мария верила, что Иисус умрет ради нее за ее грехи. она очень рано поняла благую весть. Так-то. А вот почему далее. Иисус и сказал, «Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Мария, так сказал Иисус, станет синонимом благой вести. Она это рожденная свыше душа, которая возлюбила своего Господа и Спасителя Иисуса Христа еще до того, как Он умер и воскрес. Но она знала, что именно Он и станет тем, кто заплатит за ее вину и грехи, чтобы гарантировать ей вечную жизнь. Мария, ах, какая же у нее была любовь, какая же у нее была вера в Иисуса Христа. А на чьей стороне хотите быть сегодня вы, на стороне критически настроенных учеников или, возможно, даже на стороне Иуды? Пожалуйста, не надо принимать его сторону. Лучше будьте на стороне Марии и ищите способы от всего сердца поблагодарить вашего Спасителя и любите его. И сегодня мы вспоминаем эту женщину, бывшую сестрой Лазаря, которая заранее возлюбила своего Господа, веруя в благую весть. И поэтому я прошу вас всех, дорогие прихожане церкви Ковчег, дорогие друзья и зрители, дорогие гости издалека и живущие поблизости, я прошу вас, верьте в благую весть. Верьте всем сердцем в то, что Иисус взошел на крест из-за наших грехов и понес наказание, которого на самом деле заслуживаем мы, верте в Иисуса Христа и в то, что Он добился прощения ваших грехов. Благодарите Его от всего сердца за Его искупительный акт. Благодарите Его за то, что благодаря Ему вы сможете стать Божьими детьми. И злейте на Него самые дорогие благовония, а именно ваши мысли и сердца. Посвятите Ему всю свою жизнь и любите Его, пока не увидите Его в вечности. Иисусу не нужны благочестивые, готовые вкалывать на Него рабы, которые буквально будут делать все, что Он им скажет. Нет, Ему нужны любящие Его сердца. Дети. Вот почему Он и сказал, нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а Меня не всегда имеете с собою. Так что будем спешить любить Господа. Да благословит нас Бог. На прошлой и сегодняшней проповедях мы услышали о Марии, которая вылила на Иисуса целый сосуд елея помазания. Сегодня такой поступок кажется нам весьма странным. Но за ним стояла любовь. Кристиан, какие уроки мы можем извлечь для себя из этой истории? Итак, я считаю, что Мария это очень, очень хороший пример для нас касательно нашей любви к Иисусу. Как мы уже слышали, стоимость этого масла была равнозначна годовому доходу обычного человека. Это было выражением того, что она любила Иисуса и не сдерживала свою любовь. Она в изобилии излила то, что было у нее на сердце. И, честно говоря, мне кажется, что нам до этого еще как-то далековато. Мы еще не на том уровне. Да, до такого нужно еще дорасти. Да, нужно еще дорасти. Но, разумеется, все мы хотим обрести такую любовь. Можем ли мы хоть как-то развить ее в себе? Да, в таких случаях я всегда вспоминаю эпизод из Евангелия от Луки. Там к Иисусу пришла грешница и помазала его. Фарисеи были в бешенстве. Они кричали, что делает эта женщина? Кто это допустил? И задавали много подобных вопросов. И тогда Иисус сказал, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Если мы спросим, как может увеличиться наша любовь к Иисусу, то тут ключевым моментом является то, что мы должны сознавать, какое огромное прощение предлагает нам наш Господь, а также то, что мы должны сознавать, что Он пришел на землю ради нас, грешников, и так сильно возлюбил нас, что отдал свою жизнь за нас. Ведь Иисус сказал, что тот, у кого есть такая большая любовь, есть и осознание того, что Он грешник. Как мне кажется, это и есть ключ к большой любви по отношению к Иисусу, но в этой истории мы можем видеть и другое. Например, в Марии мы видим то, что Она ушла в Своей вере дальше других. Иисус сказал, Она предварила помазать тело Мое к погребению. Иисус уже не раз говорил о том, что вскоре Его ожидает смерть. Его ученики не поняли Его слов, но вот к Нему подошла Мария и стала действовать по Своей вере. Она как бы говорила Ему «Христос, я помогу тебе подготовиться к смерти, ведь скоро ты умрешь, и мы вполне можем добавить, ты умрешь из-за меня». И так мы сможем развить нашу любовь к Иисусу, а заодно и увеличить нашу веру в Него. именно тогда огромная любовь будет и в наших сердцах, и она сможет растекаться, распространяться ко всем людям. Но не все понимают такую великую любовь Марии к Иисусу, или, можно сказать, не все поддерживают ее поступок. Да, как и всегда, некоторым такое не по нраву, ведь так? Да. В конечном итоге эти слова полностью соответствуют большей части свидетельств, которые мы слышим сегодня от людей, обратившихся в веру в Иисуса. Особенно, если вера их переполняет. В семье их практически всегда критикуют. У них находятся друзья, которые не понимают, что с ними произошло. Они говорят, «Ты очень изменился. Ты больше не делаешь того, что ты раньше с нами делал. Теперь ты ходишь в церковь. Ты читаешь Библию, ты тратишь на это свои деньги. Их беспокоят и ваши материальные траты». Люди в те времена не понимали, почему Мария вылила на Иисуса столь дорогое масло. Такие вопросы задают о верующих, особенно о недавно обретших веру и сегодня. Но сейчас я хочу воодушевить тех, кто столкнулся с такими трудностями в своей семье. Вы идете правильным путем. Вы изливаете свою любовь к Иисусу и должны продолжать это делать, даже если это кому-то не нравится. Мы еще не обсудили недовольство учеников Иисуса поступка Марии. Они сказали ей, это же такой дорогой елей помазания. Его можно было бы выгодно продать, а потом раздать вырученные за него деньги нищим. Иисус стал защищать Марию. В Библии написано, что Он сказал, чтобы они оставили ее в покое, а также, чтобы они не смущали ее. Но это не означает, что Иисус здесь выступает против социальной помощи и любви к ближнему. Нет, вовсе нет. Мы должны понимать, что социальная любовь к ближнему, которую мы можем видеть и в Библии, это не суть христианской веры. Вера всегда начинается с любви к Богу, а уже из любви к Богу и развивается любовь к ближнему. Все мы можем совершать благие дела. Все мы можем оказывать гуманитарную помощь. Мы можем организовывать различные программы, проекты, но для этого не обязательно быть христианином. В мире есть множество людей, которые выказывают образцовую любовь к ближним. Возможно, их любовь даже сильнее любви тех, кто называет себя христианами. Но это не суть христианской веры. В первую очередь у нас должна быть любовь к Иисусу, и уже из этой любви вытекает любовь к ближнему. Мне кажется, что Иисус в этом эпизоде пытался сказать именно это. Сначала мы должны возлюбить Иисуса, а потом уже ближних. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. На сегодня это все. До свидания.